Бульбаш Лайф Привет! В общем, сегодня мы с Таней решили записать видео немножко необычное, немножко нестандартное для нашего канала, но по тематике. Так как во всем мире, кроме нас, празднует Хэллоуин, мы решили приобщиться к этой небольшой тематике и попробуем сегодня сделать свою тыкву и посмотрим, что из этого получится. Да, Таня? Да, и не только тыкву, но и порташку. Ну, это уже касательно нашего профиля. Сейчас мы покажем вам нашу тыкву, нашу картошку, которую мы решили поставить в противовес зарубежным понятиям. И Таня сейчас вам все это предоставит. Показывай! Итак, наши ингредиенты. Это деревенская тыква. И белорусская картошка, да? Да, и так как мы в Беларуси, у нас картошка, потому что мы настоящие бульбаши. Бульбаши. Для начала мы с Таней решили наметить поля, где мы будем вырезать нашу тыкву. Мы их наметим, поставим глаза, злую пасть, вырежем все нутрянки и начнем уже к декорированию и так далее. Я хочу улыбающуюся. А я хочу злую, чтобы у нее кровь стекала по губам. Отличие мальчиков и девочек. С кровью просто более интересно. Она такая более живая, более страшная будет. Внутренность. Кишки. Желудок. Сердце. Таня похожа на Фрузик Вигера, когда заговорит. Что? Я не маньяк, ребята. Так, Таня, держи. А знаешь же, есть такие эти какашки. Ну, как, ну, не настоящие. Типа там, знаешь, подставляют какашки и потом тебя впугают. Ну, знаешь? Короче, отрезали моему черепушку. Сейчас будем забивать нутрянку, точнее вырезать нутрянку. И будем делать площадку под наши свечки, которые пойдут внутрь. Пока что мы вырезали только внутренности у тыквы. Вырезали верхнюю часть. Сейчас будем делать глаза. Сделаем страшный какой-нибудь рот. И попробуем все это как-нибудь разукрасить, стилилизовать. Чтобы из этого получилось что-то страшное. А не просто оранжевая тыква, якобы под Хэллоуин. Ужас. Что, воняет тыква? Да, тут запах. Я уже адаптировался к воне этой тыквы. Мне кажется, уже теплы не воняют. Запах страха. Ну-ка, ну-ка, лук от Тани. Пальто от Яна. А тут кофточка. А это Бершка, это Зара, это Бершка, это Нюба. А это белые носки и, возможно, кстати, мои. А это салфетки из туалета. Сейчас мы будем делать глаза. И мы решили с Таней, что первый глаз нарисую я, второй будет рисовать она. Напишите потом, пожалуйста, в комментариях, у кого лучше глазик получился. Помните, у нас, ну, если вообще кто-то наш канал смотрит, было видео, где я красил Таню. Так вот, я уже парень с набитой рукой, поэтому глаза я рисую, как пить дать. Погнали, Татьяна. Препарируем. Когда девушка рисует глаза. Красивенький, да? Ну, у меня красивее, посмотрите. Это бы оценировано. А давай со слезками сделаем. Помнишь, ты говорил, татуировка, если слезки, то значит тыква у нас убила человека. Привет, я директор этой тыквы. Плагиатин уже давно, уже сто лет назад россиянами... Нет, да, россиянами. Россияне! Россиянами! Офицеры! Вообще многие люди противники Хэллоуина и все вот эти американские движухи. Но я скажу, что у нас есть классный аналог такого праздника, это коляды. Проводится, если я не ошибаюсь, зимой, где-то под Рождество или когда. Но это куда интереснее, чем вот это. Но надо просто использовать тематики различных государств, интересоваться их праздниками, тогда это будет уже более насыщенная какая-то интересная процедура. Но коляды воно. Итак, сейчас я поговорю с нашими вторыми ингредиентами. Тебе звонят. Картошечки. Одна будет моя, одна будет Яна. Яна будет злобная, как всегда, а у меня будет хорошая, и я поставлю, чтобы она сделала вот так вот язычком вам. Потому что я хочу сказать, что Хэллоуин это не только праздник какой-то такой, чтобы все какие-нибудь рожи делали такие устрашающие, но и надо хорошая рожица делать. Я смотрел как-то на Скуби-Ду, и там, ну это мультик, и там был злой призрак, не призрак, а злой монстр Хэллоуина. Он возвращался, чтобы забирать людей, и все прятались под маски, и чтобы он не видел человеческие яйца, а те, кто не прятался, все с ним уходили. Классная 3D графика. Мы вырезали нашей тыкве глаза, теперь это стало больше похоже на Хэллоуинскую тыкву. И мы сейчас будем рисовать рот какой-нибудь треугольный, и будем же проводить финальные стадии нашей тыквы. Сейчас мы подошли уже практически к завершающей стадии, и Таня будет рисовать рот нашей тыкве. Мы поехали вырезать. Оказывается, это не так просто, как было на первый взгляд. Что-то вроде получается. Теперь нужно немножко подкорректировать это, пока Таня не пришла. И не знаю, страшно-не страшно, но пока получается интересно, мне кажется. Вот мы все с Таней вырезали, и Таня сейчас предлагает нам немножко порисовать на тыкве, сделать там нос. Макияжки, риснички. В принципе, да закончим с тыквой, и перейдем к картошке. Правильно? Да. Идем дальше? Нет. Начинаем рисовать. Вот такой у нас получается тыквеныш. Квеныш! Мы хотим нарисовать ему еще кровь, но так как у нас отсутствует красный фломастер, мы будем рисовать кровь фиолетом. Я могу побить Яну, и будет кровь. Но я только тут что-нибудь сделаю. А теперь осталось модернизировать наши картофелины. Мы будем рисовать на картошках, вероятнее всего, и посмотрим, у кого какая картошка получится. Пока Таня делает свою картошку, я уже свою закончил, и хочу вам ее презентовать. Вот такой у меня получился не пойми что. Это можно использовать как атрибутика для колхозного хэллоуина. Я вам скажу, что Таня мне сейчас показала своего картофеля. Мой по сравнению с ее не страшен никак. Вообще и абсолютно точно. Кто смотрел фильм Оно, мы, к сожалению, с Таней еще не смотрели, но это к нему отсылка. В комментариях напишите, кому из вас больше понравилась моя, либо Танина картошка, и вообще напишите, как вам наше украшение к хэллоуину. Голосование! Моей картошки не хватает только шарика.